Время новостей на телеканале Арктик ТВ в студии Анны Чайникова. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Последний сквер давно завершившегося строительного сезона. У нас еще есть претензии к подрядчику по качеству этого объекта. В Мурманске открыли благоустроенную набережную Ледового озера. Самый большой каток в Заполярье. После долгих уговоров мы согласились вернуться к параметрам 70-х годов. Где и когда открыть сезон катаний на коньках? В память о художниках. Это Никита Духно, Александр Феофилактов, Арай Иванович Хутанин. Каким запомнилось Заполярье 2020 северным живописцам? Утром в Первомайском округе Мурманска загорелся магазин, специализирующийся на продаже косметики и бытовой химии. Возгорание произошло на площади 20 квадратных метров. Коммерческий объект на улице Героев Рыбачева нежилой. В двухэтажном помещении по соседству с магазином располагается ночной клуб. Из него пришлось эвакуировать три человека. Прибывшим на место происшествия огнеборцам быстро удалось локализовать пожар. Еще одно происшествие случилось на улице Якорной. Правда, три недели назад. Теперь участники крупного ДТП ищут свидетелей аварии. Инцидент произошел утром 27 ноября. Видео с регистратора, на котором запечатлено, как автомобиль перелетает через бордюр на встречную полосу движения, облетело многие СМИ. Тогда ДЭУ допустило столкновение со Шкодой, Ниссаном и Ладой Ларгус. Теперь участники просят откликнуться свидетелей. Возможно, у кого-то сохранились видеозаписи ДТП с регистраторов. Сообщения о поиске очевидцев есть во многих крупных пабликах Мурманска. Мурманский океанариум так и не возобновил свою работу. Напомним, учреждение закрыло двери для посетителей из-за введения ограничений. Несмотря на снятие запрета, соответствующее постановление с подписью губернатора опубликовано на сайте правительства, Мурманский океанариум по-прежнему закрыт. Сейчас сотрудники обсуждают возможность вновь открыть двери для посетителей. Но пока конкретных дат и тем более афиши представлений нет. На это есть ряд объективных причин. «Взвешиваемся за и против». Написано на официальной странице учреждения в социальной сети ВКонтакте. Ограничения были введены из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса. До сих пор количество заболевших в день не уменьшается. 282 новых случаев выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске – плюс 113, в Кандалакшском районе – плюс 33 и в Североморске – плюс 23. После Нового года должна начаться вакцинация от коронавируса. Первые партии препарата уже поступили в регион. Сейчас прививку делают группам риска – врачам, работающим в ковидных зонах, и учителям. Во время пресс-конференции президент упомянул и лайт-вакцину от COVID-19, которая должна появиться в ближайшее время. Директор Центра Гамалея Александр Гинсбург разъяснил ее состав и действия. Лайт – это первый компонент полноценной вакцины «Спутник Ви». Предполагается, что после такой прививки иммунитет к коронавирусу будет сохраняться 3-4 месяца, а ее эффективность составит около 85%. При этом такая прививка исключит тяжелое течение COVID-19. Александр Гинсбург отметил, что через 3 месяца после введения лайт-вакцины можно поставить второй компонент «Спутника Ви». Тогда это будет полноценная вакцинация, и иммунитет к COVID-19 продлится. Во время традиционной большой пресс-конференции президент России сообщил, что семьи с детьми возрастом до 7 лет включительно в этом году получат единовременную выплату 5000 рублей. Приурочена она к наступающим новогодним праздникам. Новогодняя выплата начисляется родителям в зависимости от количества детей, возрастом до 7 лет включительно, воспитывающихся в семье. На одного ребенка положены 5000 рублей. Производится выплата будет пенсионным фондом. Заявление на нее можно подать на едином портале госуслуг или же непосредственно в ближайшем отделении пенсионного фонда вплоть до 1 апреля 2021 года. Гражданам, которые в этом году уже получали выплаты над детей до 3 лет или от 3 до 16 лет, отдельно подавать заявление на выплату не нужно. Ее перечислят автоматически в декабре этого года. В эти выходные 19 и 20 декабря, а также 31 декабря, клиентские службы пенсионного фонда будут работать. Если в семье родился ребенок после 1 июля 2020 года или граждане имели право на единовременные выплаты в соответствии с предыдущими указами, но не обращались, они также имеют право на новогодние выплаты и могут обратиться с заявлением. Заявление также можно подать на портале госуслуг либо лично в территориальный орган пенсионного фонда. Первые дома в микрорайоне, который в народе называют больничным городком, начнут строить летом будущего года. С участка 7 тысяч квадратных метров у школы номер 28. Здесь появятся первые дома примерно на 150 квартир, не выше 5-6 этажей. Конструкции будут быстро возводимыми. По мере расселения аварийные жилые дома снесут, а на их месте построят новые. Напомним, инженерные сети в микрорайоне, водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, дороги и уличное освещение будут строить за счет средств, выделенных в рамках федерального проекта жилье. Как подчеркнул руководитель регионального центра содействия развитию жилищного строительства, в Мурманске нет базы для реализации таких масштабных проектов. Поэтому помимо местных застройщиков рассматриваются варианты привлечения в регион новых с их технологиями, которые дадут толчок индустриальному развитию жилищного строительства на Крайнем Севере. Мурманск продемонстрировал активный рост в рейтинге умных городов России. Список, рассчитанный федеральным инстроем, составляется методом анализа 47 различных показателей. Например, по направлению городской управления жителям доступен портал «Наш Север», с помощью которого можно не только проинформировать власть о проблеме во дворе или невывозе мусора, но также принять участие в проводимых голосованиях, узнать о плановом отключении воды или перекрытии дорог, выдвинуть собственную инициативу, касающуюся улучшения городской среды. По направлению «Умный городской транспорт» в Мурманске эффективно развивается система автоматизированной оплаты проезда. Методика расчета рейтинга городов разрабатывалась в Минстроем совместно с МГУ. Согласно отчеты, Мурманск имеет показатели выше средних. В Печенском районе первыми в новом учебном году практические занятия по огневой подготовке провели мотострелки Северного флота. Военнослужащие отработали задачи по боевой подготовке, а также совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники. Мотострелки и наводчики вели огонь из гранатомётов, пулемётов, снайперских лентов и боевых машин по мишеням, имитирующим противника. Занятия по огневой подготовке – обязательный учебный элемент военнослужащих армейского корпуса Северного флота. Сегодня первая стрельба, в принципе, прошла хорошо. Военнослужащие, то, что было изучено в теории, они попробовали на практике и, в принципе, показали уже какие-то результаты. Каждый военнослужащий у нас оценит 100%. К теме городского хозяйства. Глава администрации Мурманской Евгений Никора провёл онлайн-встречу с жителями Октябрьского округа. Такой формат уже стал традиционным. Мурманчан волнует благоустройство дворовых территорий, снос ветхих строений и переселения. Особое внимание главы администрации вызвало обращение северянки о предоставлении её сыну медицинской помощи в индивидуальном порядке. Евгений Никоров взял эту ситуацию на личный контроль. Большой блок вопросов жителей Октябрьского округа касался работы управляющих компаний. Некоторые мурманчане обратились к сити-менеджеру по поводу отсутствия в их квартирах горячей воды. Чтобы решить эту проблему, запланирована замена 30 теплообменников в многоквартирных домах, напомнил Евгений Никора. Здесь предметно, по каждому адресу, по каждой управляющей компании мы будем проводить разбирательство и в рамках своих полномочий, и будем, естественно, просить государственную личную инспекцию также нам помочь в принуждении управляющей компании качественно оказывать услуги жителям города Героя. Зона отдыха на Ледовом озере уже открыта. Теперь мурманчане могут гулять и отдыхать на благоустроенной территории. На Ледовом озере завершились долгожданные работы по благоустройству зоны отдыха. Здесь появились скамейки, качели, детская площадка, красивая новогодняя иллюминация. Также установлено новое освещение, видеонаблюдение и урны для мусора. Тут абсолютно нет никаких сомнений, что эта набережная будет пользоваться популярностью у всех мурманчан, прежде всего у жителей Первомайского округа, близлежащих микрорайонов. Однако объект сдан с большой задержкой по срокам, поэтому подрядчиков ждет серьезный штраф за такое нарушение. У нас еще есть претензии к подрядчику по качеству этого объекта. Понятно, что весной мы будем, как и любой объект, смотреть, что получается, что нужно устранять по гарантийным обязательствам. Но уже сейчас можно сказать, что штрафные санкции составят более чем полтора миллиона рублей. Претензии относятся к качеству дорожного покрытия на набережной. Но разобраться с этим можно будет только, когда сойдет снег. А сейчас рабочие доделывают большую деревянную скамейку, на которой отдыхающие смогут любоваться видом на озеро. А для тех, кто выбирает активный отдых, скоро откроется самый большой каток. Лед центрального стадиона профсоюзов уже залили. Осталось подготовить его к приходу гостей. Сеансы массового катания начнутся 24 декабря. Катание на коньках – одно из самых любимых зимних развлечений северян. Поэтому открытие катков – действительно большая радость для взрослых и детей. А еще это отличная площадка для активного отдыха, который так важен, особенно в наших непростых климатических условиях. На катке и согреться можно, и весело время провести. И совсем не важно, как вы катаетесь. Едва перебираете ногами и боязливо смотрите по сторонам, как я, или смело несетесь вперед, ловко обходя препятствия. Места на катке в этом году точно хватит всем – и новичкам, и спортсменам. После долгих уговоров мы согласились вернуться к параметрам 70-х годов. Только тогда каток существовал в Мурманске именно в таких размерах, вот как сейчас вы его видите, то есть размерами в длину более 200 метров, в ширину 110. Сейчас он пригоден для проведения любых общероссийских и международных соревнований. А для этих конькобежцев каток – не просто место для развлечений. Несмотря на свой юный возраст, ребята уже принимают участие в соревнованиях. Выход на лёд для них – как глоток свежего воздуха после затянувшихся тренировок в зале. А с открытым катков теперь лучше же будет тренироваться? Да! Почему лучше? Ну, из-за того, что уже надоело в зале, как на обычной физкультуре сидеть. А так, наконец-то, ноги разобьем, покатаемся. Пока что покататься на льду стадиона профсоюзов только они и могут. Для посетителей массовое катание здесь откроют только с 24 декабря. А пока каток готовят к приходу гостей, есть время запастись тёплыми шапками и перчатками, чтобы не замёрзнуть. Заливают каток и на площади пять углов. Он расположился на территории одной из пешеходных зон в Центральном парке. Пока площадка ограничена для посещения, но в скором времени её должны открыть. Раньше каток заливали вокруг Центральной городской ёлки. Но, видимо, от этой идеи было решено отказаться. Сейчас рядом с главным символом праздника устанавливают цветовые конструкции. Бесплатный каток теперь расположился на улице Воровского, рядом с павильонами новогодней ярмарки. Пользователи социальных сетей уже отметили, что место для спортивного объекта выбрано уж очень необычное. Юные спортсмены из Мурманска вернулись с престижных соревнований по ММА, которые состоялись в Санкт-Петербурге. Воспитанники тренера Алексея Покровского представили Заполярье на самом высоком уровне, показали мастерство и привезли домой с соревнований целый набор медалей. Подробности о впечатляющих результатах бойцов мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Наши ребята заняли первые места, то есть у нас 5 первых мест, 7 вторых и 8 третьих, то есть бронзовых медалей. Соперники на самом деле было более 84 команд, более 750 участников на соревнованиях. Мы заняли, кстати, 9-е командное место из 84 команд. Вот был Санкт-Петербург, Москва, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, в Свинляндии ребята были. Но ввиду нашей обстановки сейчас, которая в мире происходит, не получилось на этот чемпионат собрать весь чемпионат мира, все страны мира. И поэтому было всего 750 участников, но прошлый турнир этот же набирал полторы тысячи участников. А вот аиста, пойманного на территории экотехнопарка в Мурманске, отправили в Санкт-Петербург. Он будет проходить лечение в специализированном центре реабилитации рядом с Псковом. А после птицу отпустят на свободу. Для того, чтобы перевезти животное в багажном отделении пассажирского поезда, потребовалась большая коробка, в которой бы птица чувствовала себя относительно комфортно. Перед отправкой в реабилитационный центр аиста пролечили и покормили, как написала на своей странице одна из спасительниц птицы Наталья Раевская. Отправили нашего южного туриста в Питер. Как же вовремя его отловили. Позавтракал хомяками, выпал лекарство и погрузился в коробку. Очень удачную переноску ему соорудили. И походить, и постоять можно. Переживая, мы ждем сообщений о прибытии на место. Обязательно всем сообщим. Счастливого пути, первый полярный аист! Первый заполярный аист – хороший сюжет для картины. В Мурманском областном художественном музее открыли отчетную выставку местных профессиональных художников «Заполярье-2020». На экспозиции представлены работы северных мастеров, выполненные в течение года. На выставке «Заполярье-2020» в областном художественном музее представлено более сотни работ профессиональных заполярных художников. Все они были созданы в течение этого и прошлого годов в разных техниках. Эта выставка уникальна тем, что ученик может рядом представлять работы со своим учителем. Эта выставка объединяет темы «Севера», потому что «Север» в каждых произведениях художников есть. Он нашел отклик во всех практически сердцах художников. И также работы выполнены не только на тему «Севера», это то, что интересует художников сейчас, чем они живут, чем они интересуются. Особое место в зале занимают работы ушедших от нас в этом году авторов. Их произведения выставлены в самом центре экспозиции. Это Никита Духно, Александр Феофилактов, Ара Иванович Хутанин. Их уже нет с нами, но есть их большое наследие, которое мы показываем, которое мы дорожим и которое мы ценим. Познакомиться с творчеством наших заполярных художников может любой желающий. Выставка будет работать до 17 января. При посещении музея необходимо соблюдать санитарные нормы. Камчатская рыба снова в Мурманске. Любителям дальневосточных деликатесов и тем, кто их еще ни разу не пробовал, нужно успеть до 20 декабря на выставку-продажу новогодняя ярмарка. Традиционная ярмарка икра и рыба камчатская радует мурманчан перед Новым годом. На прилавках представлен огромный ассортимент дальневосточной рыбной продукции, которая может стать украшением вашего праздничного стола. Вообще за икрой пришли. А первый раз тут берете? Нет, не первый. А почему вам здесь нравится? Потому что свежая, к Новому году хочется что-то вкусненькое взять, как всегда. Филе чечевычи будем брать. Немножко икры надо на стол. Ну и там ковченая тоже есть, тоже самое. Форелька, там что еще, скумбрия очень вкусная у них, соленая селедка, хорошая тоже. На ярмарке представлен огромный выбор чевычи слабосоленой, горячего и холодного копчения. А также есть зубатка, белуга и нерка, скумбрия, окунь и омуль, корюшка и тунец, кижуч, кальмар, палтус, белорыбеца и, конечно, наисвежайшая красная икра чевычи. Чевычи купили? А почему здесь берете? А где еще брать? Вкусная она? Очень вкусная. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 16 по 20 декабря. Она расположена в павильоне Мурман-экспо на проспекте Кольском, 51. И на этом у меня все. Больше новостей смотрите на нашем сайте arctic.divestv.rf и в официальной группе канала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. 19 декабря ночью температура по области составит от минус 10 до минус 5 градусов. Днем в Мурманске и Североморске от минус 11 до минус 8. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. В Никеле и Манчегорске от минус 10 до минус 6. В Кавдоре и Апатитах от минус 9 до минус 8. В Кандалакше и Полярных Зорях до минус 9 градусов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok